Студия Арпа-шоу Опра Уинфри Главное в жизни – самосовершенствоваться. Главное – раскрыть свой потенциал. Что касается моей жизни, то я даже не должна была родиться. У моего отца и матери была случайная связь. Я стала нежеланным ребенком бедной матери-одиночки, живущей в лесах штата Миссисипи. В 9 лет меня изнасиловали. В 14 лет я забеременела. Ребенок не выжил. Но я была старательной ученицей и все время пыталась доказать, что чего-то стою. Я стала отличницей. В средней школе я добивалась превосходных результатов во всем. Меня взяли на местное радио. Два года спустя на втором курсе колледжа я стала работать тележурналисткой в Нашвилле в 19 лет. Через несколько лет я уже вела новости в Балтиморе. Но это было не мое. Для меня вести новости каждый вечер до конца своих дней – это медленная смерть. и меня сделали ведущей нового местного ток-шоу под названием «Люди говорят». «Ток-шоу «Люди говорят» на 13-м канале приветствует великолепную Опру Уэнфри. Тогда я нашла свое место. В тот день, когда я попала на ток-шоу, моя жизнь изменилась. У всех есть своя история, и в каждой истории есть то, что может стать уроком для других. Знание себя – основа твоего успеха. Эмоции – это ключ, верьте своей интуиции. Нельзя заранее спланировать все шаги в жизни. Если ты учишься, ты сможешь учить других. Мы все – учителя. Интуиция – это сила, которая живет внутри нас, и мы призываем ее, когда она нужна. Будьте любознательными и целеустремленными в поисках ответа. Шанс на искупление есть всегда. Ваша жизнь может быть уроком. Опра Уинфри, мастер-класс от звезд. Есть что-то волшебное в утреннем Балтиморе, и что-то особенное в людях, которые помогают вам начать новый день. Таких, как Опра Уинфри. Утро станет особенным, если вы проведете его с друзьями. В Балтиморе я делала успехи и зарабатывала 22 тысячи долларов в год. Так прошло 8 лет, и я поняла, что достигла здесь предела. Я всегда чувствовала, когда нужно двигаться дальше. Что-то внутри подсказывало мне. Я достигла здесь всего, чего могла. Выше не поднимусь. Станьте величиной. Жизнь – это развитие перемен. Когда ничего не меняется, это знак, знак, что нужно заняться чем-то другим. Мне интересно, что еще мир может мне предложить. Я никогда не жила по определенному плану. Все мои коллеги хранили записи, обновляли свои резюме. Они составляли списки своих сюжетов и знали, какие из них были лучшими. Я никогда этого не делала, потому что у меня не было плана. Никогда. Я всегда верила, делай все возможное, что-нибудь появится. И произошло вот что. Дебби Ди Майо, продюсер, которая работала со мной в Балтиморе, переехала в Чикаго. Я была в ее видеорезюме. Дэнни Суансон посмотрел видео и спросил, кто это. И меня позвали на собеседование. Еще до того, как все было решено, я стала напевать «Чикаго, Чикаго». Так я пыталась настроиться и представить себе, что будет, если я уеду в Чикаго. Всем привет. Меня зовут Опро Уинфри. Диктую по буквам О-П-Р-А. Как Арпа, только наоборот, если вы заметили. Я приехала в Чикаго, пришла на кастинг, и в тот же день Дэнни Суансон сказал мне, «Вы приняты». Скептики спрашивали, «Ты едешь в Чикаго, где ведущим работает король ток-шоу Фил Доннахью?» Помню, как бывший начальник вызвал меня, он садил в кресло и сказал, «Кем ты себя возомнила? Ты лезешь на рожон? Ты не готова и даже не знаешь, чем это для тебя закончится. Ты зачахнешь на корню», сказала мне, «зачахнешь на корню». И я сидела, слушала и думала, «Может быть и так». Но здесь я достигла своего предела. Я знала совершенно определенно, чувствовала всем сердцем и душой, что пора уходить. Поэтому я приняла предложение, и переехала в Чикаго. Премьера состоялась 1 января 84-го года. Я была с ужасной завивкой и в шубе. Доброе утро всем, я Опра Уинфри, новая ведущая «Утреннего Чикаго». И я этому очень рада. Сегодня утром у нас прямое включение из Пасадены, и вы окажетесь за кулисами Парада Рос. Далее, в «Утреннем Чикаго». Я знала, что нашла свою нишу. Я была уверена, что справлюсь одна, у меня не будет соведущего. Я смогу сделать все, что нужно. Но есть одна вещь, тесно связанная с отличным футболом, отличная еда. И великолепное блюдо, с которого можно начать день на Параде Рос, покажет вам выпускник Иллинойского университета с 75-го года, также известный как Голливуд Рок. У нас в студии даже не было зрителей, только съемочная группа, футболисты и я. А я гораздо лучше работаю с людьми, ведь даже в моем маленьком шоу в Балтиморе в студии было 24 зрителя. Первые несколько недель, даже месяцев, мои сотрудники выходили на улицу и спрашивали людей, не хотите зайти? У нас здесь кофе, тепло, погреетесь часок. Так мы набирали зрителей. Поэтому было много бездомных людей и тех, кто просто хотел погреться. Итак? Ничего я уберу. Я в буквальном смысле действовала наугад. И дай Бог здоровья Денниса Суансона. Помню, как сидела в кабинете Денниса и говорила ему, знаю, что мне придется конкурировать с Филом Донахью. Деннис сказал, у тебя талант, и мы понимаем, что ты не опередишь Фила Донахью. Мы даже не просим об этом. В то время у них практически не было рейтинга, где-то две десятых. И он говорил, пусть будет хотя бы единица. Мы опередили Фила Донахью после первого же эфира. Вау! Вау! Ничего себе! В первый же день никто даже представить себе не мог, что такое произойдет. Это было поразительно. Думаю, люди вернулись домой и стали звонить друзьям и говорить, видели эту черную девушку в передаче? Такая полная с завивкой. Когда я 2 января вышла на улицу и пошла в универмаг Карсон-Пирискотт, то поняла, что что-то происходит. Идти нужно было полтора квартала. Все прохожие меня узнавали и называли по имени. С того момента шоу стало настоящим явлением. Именно так. Я тут ни при чем. Потому что, когда смотришь старые записи, просто диву даешься, что человек с таким внешним видом, как у меня, совершенно неопытный, но великодушный, понимающий и сочувствующий людям, да еще и бестилиста, костюмера, парикмахера, самый обычный стал успешным на телевидении. В то время этого не могло случиться, просто не могло. Программа не называлась шоу «Опре», но через неделю больше никто не говорил «Утреннее Чикаго». Люди говорили, «Вы видели шоу «Опре»?» Поэтому вскоре в июле мы переименовали программу в шоу «Опре». Люди почувствовали, что я вкладываю в это душу и могу быть собой. Из этого я извлекла урок на долгие годы. Если вы притворяетесь кем-то другим, то никогда ни за что не раскроете свой потенциал. Просто не сможете. Думаю, наше шоу приняло эстафету от Фила Донахью, потому что не быть Фила не было бы и меня. Он в буквальном смысле стал первооткрывателем, за которым я пошла и пошли все остальные. И я сделала это по-своему. Я сделала так, как было лучше для меня. Не пыталась ему подражать, потому что выучила урок. Я не могу превзойти Фила Донахью, будучи Филом Донахью. Я не стану лучше Барбары Уолтерс, если буду как Барбара, но я могу быть собой. Мы вернемся после того, как попробуем чили. Опра Уинфри, мастер-класс от звезд. Я хотела быть актрисой. И помню, отец сказал, моя дочь не ляжет на диван в кабинете продюсера. И тогда мне было стыдно перед отцом за то, что я родила внебрачного ребенка, который вскоре умер. И это чувство стыда всегда присутствовало. Поэтому, когда отец сказал, моя дочь не будет актрисой, я подумала, ладно, я не буду актрисой. Отречение. Люди не уверены, что мысль материальная. Они нематериальны, если просто сидеть и думать, я хочу чего-то. Другое дело, когда энергия и частота вибраций правильная, в синхронном режиме, с тем, что с вами может случиться. Тогда вы создаете пространство, которое позволяет этому произойти. Я поняла это после прочтения книги «Цвет пурпурный». Она меня убедила. Элис Уокер, «Цвет пурпурный». Воскресным утром я прочла в Нью-Йорк Таймс лицензию на книгу «Цвет пурпурный». Я поднялась с постели, надела пальто поверх пижамы и пошла в книжный магазин, чтобы купить книгу. После прочтения рецензии я начала читать ее прямо в магазине. «Милостивый Господь, мне 14 лет. Пожалуйста, скажи, что со мной происходит?» «Это моя история!» «Боже, с кем-то случилось то же самое?» Я пошла домой и дочитала книгу в тот же день. Я вернулась в книжный магазин до закрытия и купила все книги, которые у них были. Тогда их, кажется, было восемь. Я дала их почитать всем знакомым на работе и помешалась, буквально помешалась на цвете пурпурном. Я ходила на «Вакер-стрит-бридж», где можно было столкнуться с людьми, которые не читали цвет пурпурный. У меня не было книжного клуба, поэтому любые места подходили. Я распространяла эту книгу. Если кто-то говорил, «Не слышала такой книги», я тут же ее вручала. И я узнала, что Стивен Спилберг и Куинси Джонс собираются снимать кино по книге «Цвет пурпурный». Когда это выяснилось, я стала всем говорить, «Я буду сниматься в этом кино. Я найду способ это сделать». Мне позвонил агент по подбору актеров и сказал, «Мы проводим кастинг на роль в фильме «Лунная песня». Тогда они называли его «Лунной песней». «Проводите кастинг на роль в «Лунной песне»? Не в цвете пурпурном?» Потому что я надеялась на цвет пурпурный. Он сказал, «Нет, это лунная песня». В день, когда я пошла на пробы в Чикаго, было минус 22 градуса. Так холодно, что на улице натянули веревки, чтобы люди не падали. У меня была простуда, болело горло, я замоталась в шарф. На улице было так холодно, что замерзали веки. Я пришла и подумала, «Боже, да это же цвет пурпурный», потому что прочла книгу и знала всех героев. Я ознакомилась с текстом. Это была не просто роль, а главная роль. Они предложили мне читать роль Софии. Она замужем за Арпу. А Арпу – это мое имя наоборот. И я подумала, «Это знак от самого Господа». Никогда не видела таких явных знаков. Я прошла кастинг и не получила ответа. В конце концов, через месяц я позвонила агенту и сказала, «Мне не ответили». Он говорит, «Не звони мне». «Зачем звонишь?» Я тут с тобой разговариваю, у нас есть настоящая актриса на эту роль. Из моего кабинета только что вышла Элфри Вудард. Она настоящая актриса, а у тебя нет опыта. Я повесила трубку и поняла, что не получу эту роль. Я почувствовала себя ужасно. Просто не могла поверить. Подумала, что Бог надо мной шутит. Думала, «Боже, зачем ты это сделал? Почему ты привел меня на кастинг? Я его прошла, пробовалась на роль подруги Арпа и не получу ее». Я решила, что причина в моей полноте и легла в клинику для похудения. Занималась на беговой дорожке в холодный день в Висконсине и молилась Богу и думала так. Не понимаю, правда, не понимаю, но знаю, что ты, Господь, понимаешь. Я не понимаю, но я знаю, что ты. Не знаю, может, это шутка или что-то еще, но я думала, ты хочешь, чтобы я получила эту роль. Я хочу поблагодарить тебя за возможность, но сейчас не могу. Мне слишком тяжело. Пожалуйста, помоги мне забыть об этом. Пожалуйста. И я стала напевать. отрекаясь от всего. Отдаюсь тебе, Спаситель, отрекаюсь от всего. Тогда эта песня просто пришла мне на ум. Но когда ее поешь, не можешь отречься. Ты просто говоришь себе, ладно, спою песню. Я пела и молилась, плакала, пока не почувствовала, что могу забыть об этом, и знаю, все будет хорошо. Сначала я думала, со мной все будет хорошо, но я не смогу смотреть этот фильм. Не смогу смотреть фильм, но все будет нормально. И я продолжила молиться. Я подумала, буду молиться, пока не почувствую, что смогу пойти на фильм. Похвалить Элфри Вударт в этой роли и сказать, как хорошо, что ты ее получила. Мне хотелось так сделать. И однажды я смогла сказать, теперь я могу посмотреть на Элфри Вударт. Это возможно, и у меня получится. Моя жизнь не закончится, я не стану злиться, досадовать, вспоминать это до конца своих дней и говорить, ей дали роль, а мне нет. Я хочу успокоиться. В этот момент произошло следующее. Кто-то прибежал в спортзал и сказал, вам звонят. И действительно, мне позвонили. Звонил Стивен Спилберг, чтобы сказать, слышал, ты в клинике для похудения, если похудеешь хоть на полкило, потеряешь роль. В итоге я заехала в забегаловку, чтобы случайно не похудеть на полкило. На следующий день я пришла в его офис в Эмблине, в Universal Studios, и получила эту роль. Должна сказать, одним из основных переломных моментов в моей жизни был цвет пурпурный. Ничто не оказало на меня более сильного влияния в духовном, эмоциональном и психологическом плане. Эта книга определила мой путь и буквально изменила то, во что я верила. Для меня она была настоящая. Настоящая. Всю жизнь мне приходилось бороться. Бороться с отцом, бороться с дядями, бороться с братьями. Девочка в семье находится в опасности. Но я и подумать не могла, что мне придется сражаться в собственном доме. Я люблю Арпу. Видит Бог. Но я убью его, если он посмеет меня ударить. Жизнь коротка. Небеса пребудут вечно. Сначала придется разбить ему голову, о небесах подумаю позже. Господь даст мне и вам гораздо больше, чем вы ждете. Если вы упорно работали, многое сделали, боролись, старались, выкладывались, умоляли, ждали и надеялись, отступите. Отступите. Если вы сделали все, что в ваших силах, и больше ничего не можете, бросьте. Отдайтесь на волю силе, которая вас превосходит, и позвольте событиям развиваться самостоятельно. Я никогда ничего не желала так сильно и так страстно, как роль в цвете пурпурном. Я хотела, а потом сдалась. Это научило меня отпускать ситуацию. Пути Господни неисповедимы. Цвет пурпурный подготовил меня к шоу Опре Уинфри, которое транслировалось по всей Америке. Иногда я спрашиваю себя, что мне делать, но важнее задавать себе другой вопрос. Чего хочет от меня Бог и Вселенная? ОПРА Уинфри, мастер-класс от звезд. Я уже давно знаю, что я человек одаренный, а кому многое дано, с того и спрос больше. Все, чем ты обладаешь, нужно использовать для высшего блага. Намерение управляет вашей жизнью и определяет результат. Намерение – это все. Успешное утреннее Чикаго вскоре превратилось в шоу Опре Уинфри, которое начали транслировать несколько каналов одновременно. Тогда мой юрист сказал, ты должна работать сама на себя. Как мне это сделать? Он ответил, забудь о зарплате. Забудь. Не нужно, чтобы тебе платили. Вкладывай деньги в себя. Компания «Арпа Продакшн». Я решила рискнуть и работать на себя, не распыляться и все поставить на себя. Это самая успешная ставка в моей жизни. На сегодняшний момент это именно так. Но много месяцев мы не знали, кого пригласить на первое шоу. Дона Джонсона или кого-то еще. Мы перебрали всех знаменитостей в мире. Мы совершенно ничего не знали. Особенно о том, как звать звезд на программу. В итоге оказалось, неважно, каким было первое шоу, главное, оно определило, каким будет шоу впоследствии. Здравствуйте, я Опра Уинфри. Приветствую вас на первой программе шоу Опры Уинфри. Мы решили делать то, что умеем лучше всего, то есть программу об обычных людях и с их участием. Я веду ток-шоу много лет и выучила одну вещь. Неважно, насколько плохи ваши дела, должна сказать, когда-то судьба оставила меня на колени. Неважно, как плохо вы себя чувствуете. Это шоу всегда поможет людям понять, что у них есть силы изменить свою жизнь. Через все наши шоу Красной Нитью проходит одно сообщение, вы не одиноки. И если вы чувствуете себя одинокими, сегодняшнее шоу может это изменить. намерение состояло в том, чтобы использовать программу как инструмент для того, чтобы изменить жизнь людей, позволить им быть собой и понять, что существует единый энергетический поток и все мы связаны общим человеческим опытом и являемся одной семьей. Тогда это было целью. Я чувствовала, что хочу этим заниматься и использовать для этого сцену. Ток-шоу конкурировали между собой. Салли Джесси Рафаэль «Что делать?» О, Салли Джесси Рафаэль! Потом появился Геральда Ривера. Нам конец Геральда Ривера. А через несколько лет Мортен Дауни-младший, Рикки Лейк... Каждый раз, когда это случалось, я говорила коллективу, это не важно, потому что каждый сезон кто-то появляется. Одно ток-шоу, два ток-шоу, три ток-шоу. С тех пор, как мы начали, было больше сотни таких программ. Но каждый раз я думала, мы поднимаемся на более высокий уровень. Когда вы совершенствуетесь, не нужно переживать по поводу другого человека, ни при каких обстоятельствах, потому что вы не можете контролировать другого человека. Не можете. Вы можете контролировать только себя. Это как соревнование по бегу. Вы тратите энергию на то, чтобы оглянуться и посмотреть, где находятся другие, и если они слишком близко, вы пугаетесь. Вот что я все время повторяла своим коллегам. Во время соревнований не тратьте время на то, чтобы оглядываться и смотреть, где соперник. Дело не в нем, а в том, что вы можете сделать. Нужно просто бежать, что есть сил. Вы должны все время выкладываться полностью. Ради себя. Вы становитесь тем, во что верите. Когда шоу Опры Уинфри только начиналось, в 87-м, 89-м, мы склонялись к конфронтационному стилю на телевидении. Что вы почувствовали, когда узнали, что он лжет одной из вас? Прошло два года, и я уже ни во что не верю. После сегодняшнего дня я выброшу это из головы. Они ничего не решают на моей ферме, и вы, сэр, лжете. Вы красивая девушка, у вас прекрасное лицо. С нетерпением жду, когда вы похудеете, и первым вас обниму. Я тоже вас обниму. Сама идея показать в прямом эфире человека, желающего выступить против другого, была неслыханной. Что вы сделаете, когда один из ваших детей вырастет, придет и скажет, «Мама, я гомосексуалист. Что вы сделаете с этим ребенком? Возненавижу». «Будете ненавидеть?» «Да». «Может быть, вы как мать и лучше, чем я. Мой сын гей, я скажу вам так, я очень хорошая мать и люблю своего ребенка». Люди выражали свои чувства и эмоции, плакали, делились тем, чего никто о них не знал, рассказывали, что с ними жестоко обращались, что они были жестоки с другими. Невероятно! Доброе утро! Сначала я была такой же, как и все ведущие. Просто радовалась, что получила работу. Мои сегодняшние гости называют себя скинхедами. Для некоторых бритые головы и панк-рок – просто развлечение, форма подросткового бунтарства. Но все больше таких молодых людей увлекаются неонацистскими идеями. В конце 80-х я брала интервью у скинхедов, и на меня снизошло озарение. Мы собираемся создать определенный район для расово-сознательных белых людей. Остальные белые люди, которым нет дела до их расы и великого наследия, которые оставили белые, могут жить в другом районе. Я поняла, что никому не помогаю. И что это возможность. Не просто телешоу. Эти ребята изливали свою ненависть на телевидение. А я думала, я беру у них интервью, показываю публике их ненависть, а те, кто с ними согласен, кричат «да». И я видела мужчину в зале, который кричал «да». Твоя правда. Вот так. Вы сказали, я не сяду рядом с обезьянами. Думаете, если мы с ней черные, значит, обезьяны? Это доказанный факт. Доказанный факт? Доказано, что я обезьяна? Может быть, да. И тут меня осенило. Я думала, что делаю одно, а на самом деле даю людям возможность высказывать свои идеи. Неужели я хочу нести в мир такие идеи? И приумножать в нем такую энергию? Я шла по пути наименьшего сопротивления. Давайте наберем наивысший рейтинг среди дискуссионных программ, соберем людей, и будут хорошие рейтинги. И рейтинги были огромными. Тогда я приняла решение взять на себя более высокую миссию, потому что не могла так жить. Не могла. Здравствуйте, как поживаете? Когда я приняла решение, моя жизнь изменилась. Вся жизнь изменилась. Работа и рейтинги ушли на второй план. Я забыла о рейтингах. Другие волновались из-за рейтингов, а я на них не смотрела. Делала то, что, по моему мнению, лучше для зрителя и для меня, как ведущей. Я решила разговаривать с людьми, которые могли изменить мир к лучшему. Я буду говорить с людьми, которые привнесут в него частичку своего света. И не собираюсь тратить время ни на что другое. ОПРА УИНФРИ МАСТЕР-КЛАСС ОДЗВЕСТВЕНИЕ Здравствуйте! Надеюсь, вы посмотрите это шоу до конца. Советую вам это сделать, потому что сегодня я собираюсь взять интервью у одного из самых незабываемых гостей. В возрасте двух лет Труди Чейз жестоко изнасиловал отчим. Издевательства продолжались, пока в 16 лет она не сбежала из дома. Труди Чейз лечилась многие годы и большая часть этого лечения Стоп! Думаю, мой дар находить общий язык с людьми и понимать, что я не просто наблюдаю за зрителями, я сама зритель. Отождествлять себя со зрителем и быть им это разные вещи. У меня есть сила и смелость задавать вопросы, которые я задаю. Быть назойливой или ненавязчивой. Потому что я спрашиваю, исходя даже не из собственного любопытства, а руководства с желаниями, соображениями и нуждами зрителя. Вы не одиноки. Когда я работала в Балтиморе на шоу «Люди говорят» с Ричардом Шерром, к нам пришла молодая женщина, которую изнасиловали, и рассказала историю, так похожую на мою, как будто бы это рассказывала я. Ее насиловали дяди, она пыталась рассказать родственникам, но никто не поверил. Когда интервью закончилось, меня все трясло, потому что я хотела сказать ей после шоу, то же самое случилось со мной. Тогда мне впервые пришло в голову, что такое происходило и с другими, потому что я была одной из тех, кто думал, только у меня такое было. И годы спустя, когда я приехала в Чикаго, я услышала то же самое. У меня было достаточно мужества, чтобы сказать, я тоже это пережила. Здравствуйте, я Опра Уинфри. Сегодня в нашем шоу мы затронем проблему настолько распространенную, что, возможно, это происходит и в вашем доме, но вы ничего не знаете. Это страшная проблема, потому что, если это случилось с вами, то, скорее всего, произойдет и с вашими детьми. Я рассказываю, опираясь на собственный опыт, потому что меня изнасиловал родственник. Тогда ему было 19, и с тех пор я его не видела и не разговаривала с ним, но помню все в подробностях. Это очень тяжело поговорить со своим обидчиком, но вместе с болью часто приходит освобождение. Поэтому недавно я впервые позвонила ему, и мы поговорили о том, что произошло, 23 года назад. Он сказал, что счастлив в браке, у него двое детей, и он не хочет обсуждать то, что произошло 23 года назад. Кроме того, он сказал, я думал, ты тогда была подростком, мне было 9 лет. Я была уверена, что, когда скажу это, та женщина почувствует то же самое, что почувствовала я, когда впервые это услышала. Я хотела, чтобы женщина, с которой я разговаривала, знала, она не одинока. Это послужило спусковым механизмом. Все начали говорить, со мной такое было, и я выучила важный урок. Я поняла, что мы не одиноки. Мы живем в разных местах, в разных уголках страны. У нас разные цели, но в конечном итоге мы все хотим одного. Ваше прошлое это не вы. Вы не то, что с вами случилось. Вы это возможность того, что может произойти. Вы спасли мне жизнь, когда мне было 13, и я надеюсь, что смогу спасти других девочек. Вы сейчас спасаете людей. Я просто хочу сказать, можете поплакать у меня на плече, потому что я через это прошла. Мы хотим знать, что людям не все равно. Мы хотим знать, что нас услышали, и наши слова что-то значили. Разговариваем ли мы с начальником или с друзьями. Все люди, в любом разговоре, особенно в споре и разногласиях, просто хотят знать, что их слышат, и их слова что-то значат. Знаете, что я думаю? Я думаю, что очень большая ответственность быть живым, преуспевающим и отзывчивым человеком. Я считаю, что самый большой подарок это внимание. Однажды на наше шоу пришла Тони Моррисон. Это был замечательный и поучительный момент. Она сказала, что когда была молодой писательницей и воспитывала сыновей одна, дети заходили в комнату, и она сразу же отдергивала их. «Что с твоей прической? Подтяни штаны. Когда ты в последний раз чистил зубы? Рубашку не нужно заправлять в штаны. Приведи себя в порядок. Следи за осанкой». И она стала замечать, что дети приходили опустошенными. Она сказала, «Для ваших детей важно только одно. Загораются ли у вас глаза, когда они заходят в комнату?» У детей так, у супругов так, у матерей и свекровей так. Это верно для всех живых существ. Люди везде одинаковы. Даже в странах, где женщинам все запрещено, шоу Опра Уинфри попадает в цель. Оставайтесь верны своему призванию. Мое детство прошло в темных красках. И должна сказать, что шоу Опра Уинфри меня исцелило. Я исцелилась только к 40 годам. Именно тогда я излечилась от всего, что произошло. Я никогда всерьез не думала завести детей. Потому что не хотела идти на жертвы. Я считаю это самой большой жертвой. Когда вы решаете родить ребенка, вы чем-то жертвуете. У меня не было детей, потому что я знала, что жить жизнью, которой я живу, и заниматься тем, чем я занимаюсь, для меня важнее. Быть учителем это мое самое сокровенное желание. Некоторые мои подруги нашли способ завести детей, несмотря ни на что. Мне это никогда не было нужно. Мое призвание, оно в другом. Я никогда не лечилась у психотерапевта. В моей жизни произошло много безумных вещей, но я не лечилась ни дня. Шоу – самое лучшее лечение. Оно – самый лучший учитель. И оно научило меня быть учителем. Думаю, существует великая тайна, которую мы узнаем только с последним вздохом. И я верю, что тогда все станет совершенно ясно. Однажды ко мне на шоу пришла мать, которая ухаживала за своим тяжелобольным сыном. Однажды она прилегла рядом с ним на кровать и услышала его последние слова. Мама, это было так просто. Он закрыл глаза и умер. И когда она это сказала, у меня мороз по коже пробежал. И я подумала, видимо, так и будет. Мы скажем, «Боже, это было просто. Зачем же мы так мучились? Ведь все так просто». Я знаю, что нужно нести ответственность за свои поступки и понимать, о чем гласит третий закон Ньютона. У каждого действия всегда есть равное по силе противодействие. Я в этом уверена. Это основа моих убеждений. Под этим я подразумеваю то, что каждая моя мысль, которая превращается в действие, вызовет противоположную и равную реакцию. Поэтому все, что я даю миру, вернется ко мне. Это непреложное правило. Это действительно так. Все, что вы делаете с другими, они сделают с вами. Нет. Это... Это уже сделано. Поток. Существует поток. А в потоке энергетическое поле. Люди чувствуют это на себе. Мы просто пока не поняли, что это и как его поймать. Но это существует. Есть энергетическое поле. Поток энергии, который я точно ощущаю в своей жизни. Как и многие другие люди. Либо вы в потоке, либо нет. И когда вы в потоке, это вот так. Вот так. Все время вот так. Это как плыть по течению. Поток напрямую зависит от вашей внутренней сути или пребывания в Боге. Или гармонии с энергией Вселенной, когда вы прислушиваетесь к своему божественному началу. Насколько вы близки к своей божественной сути, к связи с источником энергии, которая вас создала, определяет, насколько гармонична ваша жизнь. Как бы вы это ни называли. Когда вы на волне, никто не может причинить вам вред. Гарри Зуков называет это подлинной силой. В книге «Обитель души» он пишет, когда ваша личность приходит на службу энергии души, это подлинная сила. Это единственная сила, потому что все остальное вы потеряете. Вы можете быть красивым, но однажды ваша грудь обвиснет, под глазами появятся мешки, и вы уже не будете такой красивой. Неважно, сколько ботокса вы себе вкололи, и сколько раз делали подтяжки, прически, макияж, или что-то еще. Это не навсегда. Спасибо. Спасибо, что были частью этого прощального сезона. Не хочу называть его последним. Я люблю это шоу. Оно – моя жизнь. И я люблю его достаточно, чтобы понять, когда нужно попрощаться. Я очень благодарна вам за поддержку. Благодарна за интерес ко мне и шоу, которое мы делали, за то, что вы находили время смотреть нас. Теперь можете занять это время чем-то еще. Спасибо. Большое спасибо. Это как прекрасное цветущее дерево. Всему приходит конец. Неважно, сколько у вас денег, власти, какое место вы занимаете в списке Форбс, сколько раз вы попадали в список самых влиятельных людей. Все меняется. Все меняется. Но настоящее остается. Это то, кем вы являетесь и в чем ваше предназначение. Что вы должны дать миру? И никто не сможет это у вас отобрать. Я счастлива. Хорошо. Спэнкс. Спасибо. Медсестры? Хорошо. Вот так. Прекрасно. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читали Елена Шульман и Александр Гаврилев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова